Политика. Тема политики, говорит клеветник, есть самая скользкая и запутанная тема разговоров на социальные темы. Попробуйте внести в нее публичную ясность, и вы увидите, с какой враждебностью вашу попытку встретят все говорильщики в этой области. Прогрессисты встретят даже с большей враждебностью, чем консерваторы. Они больше консерваторов боятся ясности именно в вопросах политики, ибо ясность в этом обнаруживает их трусость и бесперспективность. Считается, что политика есть вопрос о власти. Это верно. Но не всегда вопрос о власти есть политика. Когда власть хотят взять или пытаются это сделать, вопрос о власти есть вопрос политический. Но если власть взята и упрочена, то в обществе ибанского типа вопрос о власти уже не есть вопрос политический. К тому же политика не сводится к вопросу о власти, хотя и тяготеет к нему в одной из своих тенденций. Слово «политика» употребляется в двух различных смыслах – для характеристики линии поведения индивидов и особого типа их социальных отношений. В первом случае о людях говорят – он придерживается, проводит и тому подобное такую-то политику. Линия поведения социального индивида, включая группы индивидов вплоть до целых стран, есть совокупность поступков, совершаемая им для достижения определенной цели. Индивиды при этом руководствуются какими-то принципами. Последние разделяются на фактические и официально декларируемые. Полного совпадения тут нет, что общеизвестно. То, что называют беспринципностью, есть фактический принцип, согласно которому можно декларировать любые официальные принципы в зависимости от обстоятельств. Сказанное относится к любым формам поведения любых социальных индивидов, в том числе к поведению, реализующему особый тип социальных отношений, называемый политическими отношениями. Иногда политикой называют лишь эту форму поведения индивидов, то есть их поведение в политических отношениях. Мы уже видели, что отношения между социальными индивидами разделяются на отношения господства подчинения и отношения сотрудничества, соподчинения. Политические отношения – суть третий тип социальных отношений. Они имеют место между индивидами, которые не находятся в отношении господства подчинения и в отношениях соподчинения одному и тому же индивиду, то есть между социально независимыми индивидами. Таким образом, политические отношения начинаются со стремления к независимости и кончаются ее уничтожением. Борьба индивидов за социальную независимость сама по себе еще не есть политика. Это борьба за то, чтобы индивиды могли вступать в отношения на уровне политики. То есть борьба за условия и за возможность политической жизни. Так что борьба оппозиционеров в ибанских условиях за элементарные демократические свободы еще не есть политическая борьба. а их преступления не являются политическими преступлениями. Это есть борьба против власти. Это суть – уголовные преступления. Ибанское государство во внутренней жизни не есть политический индивид, ибо ему внутри не противостоит никакой независимый от него другой индивид. Ничего нет удивительного в том, что государство рассматривает деятельность оппозиции вообще как уголовное преступление, наряду с воровством, бандитизмом, спекуляцией и т.п. Отсюда настойчивое стремление представить оппозиционеров как аморальных личностей, как спекулянтов, мошенников, валютчиков и т.п. Это властям приходит в голову само собой, не в результате размышлений, а в силу самой природы, общества и власти. И оппозиции также. И братья в Ибанске также не есть политическая организация. Если бы случилось так, что хозяйственные органы обрели независимость от братийных, то могла бы для них сложиться политическая ситуация при условии их общей независимости от государства или срастания государства с одним из них. Короче говоря, индивид А вступает в политические отношения с индивидом Б с точки зрения цели С, если и только если А и Б независимы, суверенны с точки зрения реализации С. И А не может не считаться с Б. Действия, предпринимаемые при этом индивидом А в отношении индивида Б, суть политические действия. Это может быть сговор или конфликт. Возникает ли в Ибанском обществе ситуации, позволяющие говорить о политических отношениях и политических действиях? Разумеется. Вам известны случаи, когда множество лиц, образующих фактическую власть общества, распадается на сравнительно независимые группы. И в рамках их разногласий и независимости они функционируют как политические силы и совершают политические акции. Возможно даже случаи, когда в политическое отношение вступает государство с одной стороны и отдельный человек с другой. Но для этого человек должен занять такое прочное положение в мире, чтобы его не раздавили здесь, как клопа. Но в целом политические отношения не характерны для ибанского общества. Это общество, в принципе исключающее политические отношения и стремящееся их не допускать вообще. Это общество не политическое. И не в том смысле, что оно не дозрело или не доросло до допущения свободы политических отношений, а в том смысле, что политические отношения здесь чужеродный элемент. Общество, в котором политические отношения являются привычными формами жизни и существенным образом влияет на всю картину социальной жизни, дает более высокий тип социальности. Общество, в котором политические отношения становятся господствующими в системе социальных отношений, есть общество политическое. Ибанское общество является собой минимум политичности, стремящейся к нулю. Установление его, будучи прогрессом во многих отношениях, было регрессом с точки зрения уровня социальной организации. Отсутствие надобности и навыков в политическом поведении ведет к тому, что даже в тех случаях, когда требуется политическое поведение, его место занимают не политические формы поведения. Складывается целая система ложно-политических действий и личностей.